50% людей признают свою зависимость от смартфонов, а это значит, что только 50% людей эту зависимость не скрывают. Я всегда скорее относилась к той второй половине, которая эта зависимость отрицала, но при этом телефон был тем, с чего начинались первые минуты после моего пробуждения и чем завершались последние минуты перед отходом ко сну. Да что уж там мелочиться, часы. Из-за этого я долго ворочалась в кровати в попытках уснуть, а моя энергия просто испарялась к средине дня. И даже если я спала те самые 7-8 часов, качество и польза от сна с 2 ночи до 9 утра явно не шла в сравнение со сном с 10 вечера до 5 утра. Я не привыряла, но мне так сказали. Когда ты поздно встаешь, у тебя появляются ощущения, что ты упустил что-то важное, у тебя не хватает времени сделать себе свои дела, из-за чего ты чувствуешь раздражительность и упадок сил. И я решила узнать, что изменится, если я поменяю свой будильник с 9 утра на 5 утра. Ну и еще 5 минуточек. Вот так точно будет легче проснуться. Человеку нужно 7-8 часов сна. А это значит, что чтобы проснуться в 5 утра, мне нужно лечь в промежутке с 9 до 10 вечера. Что для меня проблемой, конечно же, не является. В первый день мой организм дал мне понять, что не был готов к ветру перемен. Я уснула только ближе к полуночи, и 5 часов сна явно не лучшим образом отразились на моей работоспособности. Я почему-то думала, что просну уже с 5 утра, я прямо как все эти люди из роликов про успешный успех, начну писать на окнах бизнес-плат про раскрутки своего нового курса, как заработать свой миллионный миллион. А потом сразу же совершу 5-метровую пробежку до речки, сяду в позу Уотаса и начну впускать в свои чакры энергии изобилия. Однако в реальности все закончилось на книге, а точнее на плотном изучении каллиграфических приемов и иллюстраций. В этот день я поняла важность планирования, потому что вставать с утра, не имея цель, тяжело даже в 10, не говоря уже о 5 утра. Существует даже такой закон Паркинсона, в котором говорится, что работа заполняет время, которое ты на нее выделяешь. Поэтому так важно прописать список целей на день, иначе ты просто рискуешь провести часы за просмотрами ненужных фильмов, видео на YouTube, кроме этого, конечно же, и бесцельного провистывания ленты в Instagram. В свою утреннюю рутину я делала те вещи, на которые обычно выходила отговорки. В свой день я начинала со стакана воды, затем я делала медитацию. Я, как человек далекий от духовных практик, просто ввела на YouTube утренняя медитация и находила ту, которая подходит мне по темпу голоса и времени. Затем я делала завтрак, читала книгу и занималась какой-либо физической активностью. Это могла быть как полноценная тренировка, йога или просто растяжка. Благодаря четкому плану мне стало намного легче вставать 5 утра, но что действительно оказалось сложным, так это ранний отход ко сну. И тогда я решила поменять ритуал подготовки. Я проветрила комнату, зашторила шторы, включила диффузор с лавандой и взбила подушку. Но корень проблемы оказался в кое-чем другом. Я не могла убрать его в другую комнату или просто выключить, потому что так я бы не услышала будильник. И тогда я нашла выход. Я просто включала медитацию для сна и вставила телефон на расстоянии чуть дальше вытянутой руки, чтобы я не смогла до него дотянуться. И это сработало. На протяжении этих 7 дней продолжительность моего сна постепенно увеличивалась. И с 4 часов она дошла до 7 часов. А время, которое мне требовалось для того, чтобы уснуть, уменьшилось с 1,5 часов до 15-20 минут. Благодаря налаженному режиму я наконец-то смогла почувствовать всю прелесть раннего подъема. Когда ты стоишь на балконе с чашкой кофе, слышишь щебет птиц и набираешь в себя энергию, к которой у большинства нет доступа, просто потому, что они в это время спят. Ты чувствуешь, будто ты начинаешь контролировать этот день, а не наоборот. Ну и просто вспомните, сколько великих людей встают рано. Тим Кук, Билл Гейтс, Илон Маск. Это что, я? Ну, с фактами не поспоришь. Еще один лайфхап, который помог мне не нажимать кнопку отмена на будильнике, это завтрак, который я готовила себе с вечера. Конечно, без инцидентов не обошлось, и не все завтраки доживали до утра. Но в целом это работает. Итак, какие изменения я заметила после того, как пообещала себе каждый день вставать в 5 утра? Во-первых, я прочитала целую книгу от начала до конца, что для меня неслыханный успех, потому что я обычно любила бросать книги на середине. Со временем также пропало ощущение, что мне будто не хватает часов в сутках, и мне больше не приходилось не спать до 2-3 часов ночи, чтобы сделать все необходимое. Я перестала откладывать дела на день, неделю и месяц. Моя продуктивность с подъемом в 9 утра была примерно вот на таком уровне, а продуктивность в 5 утра, к моему удивлению, оказалась намного выше. С 5 утра до полудня я успевала сделать свой основной объем работы, что означает, что с полудня до 10 вечера я могла делать более рутинные задачи, которые не требуют так много энергии. То есть, благодаря ранним подъемам, объем работы, который я могла сделать за день, увеличился на 50%. Я также начала делать вещи, которые я постоянно избегала. Медитацию, журналы, физическая активность и так далее. Да, иногда я проводила время за компьютером, но это, конечно же, были видео о развитии. Экстрасенсорных способностей. Хотела бы я вставать еще раньше. Буддисты говорят, что если вставать каждый день с 3 до 4 часов утра, то можно из глубокого пессимиста превратиться в необузданного оптимиста. Но давайте такие безрассудные поступки оставим на будущее. Буду ли я продолжать этот эксперимент? Не скажу, что я всегда буду просыпаться в 5 утра. Скорее в 6, 7, 05. Вообще, в ходе эксперимента я узнала, что существуют не только совы и жаворонки, а еще и голуби, которыми большинство из нас на самом деле и являются. Голуби – это люди, у которых век активности приходится не на раннее утро и не на ночь, а равномерно распределен в течение дня. Они встают в промежуток с 7 до 9 утра и ложатся спать примерно в 11 вечера. А к какому типу относишься ты? Сова, жаворонок или голубь? Напиши в комментариях. Также не забудь поставить лайк, подписаться на этот канал и на мой инстаграм. Хорошего времени суток и до скорой встречи!